В Новосибирске задержали сахалинца, убившего человека более 26 лет назад. По версии следствия, в августе 1996 года потерпевший и его 18-летний сын приехали на рыбозаготовительную базу, расположенную в Макаровском районе, чтобы забрать принадлежащий им КАМАЗ. Находившиеся там обвиняемые и его знакомые отказались возвращать автомобиль, из-за чего между мужчинами возникла ссора. Соучастник преступника взял ружье, зарядил его дробовыми патронами и стал наносить им удары по голове и телу потерпевшего. Последний успел скрыться в доме на территории базы. Когда его сын зашел в помещение, соучастник выстрелил в него. 18-летний парень скончался на месте. Преступники понимали, что отец убитого является свидетелем. Тогда они его связали и избили. Решив, что мужчина умер, злоумышленники поместили тела потерпевших в полиэтиленовые мешки и вывезли на берег моря в Макаровском районе. Выгрузив потерпевшего, преступники отправились за телом убитого. В это время оставшийся в живых мужчина пришел в себя и скрылся. Соучастник обвиняемого был задержан и в 1998 году осужден приговором суда за совершение преступления к 11 годам лишения свободы. Сам же обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия и до февраля 2023 года находился в розыске. Все это время работа по установлению местонахождения обвиняемого не прекращалась. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области с региональным управлением уголовного розыска установили, что мужчина все это время проживал в Новосибирске по поддельным документам. Туда отправились следователи и оперативные работники, где задержали преступника. Он заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Две южно-сахалинки рискуют расстаться со свободой из-за наркотиков. Их подозревают в незаконном сбыте синтетики. Сотрудники УКОН установили, что 26-летняя девушка сбывала запрещенные вещества через интернет-магазин. После она предложила подзаработать и 22-летней знакомой. Вместе они забирали партии из мест закладок и расфасовывали разовыми дозами по тайникам. Координировали процесс куратора в мессенджерах. Получив очередное руководство к действию, девушки забрали партию наркотика, часть разложили по тайникам, а другую изъяли полицейские. Масса 20 сверстков составила более 12 граммов. При личном досмотре нашли еще почти 15. Сейчас одна обвиняемая под домашним арестом, другая под подпиской о невыезде. Житель Южно-Сахалинска ответит за кражу, которую совершил три года назад. Следствие установило, что в апреле 2020-го мужчина проезжал по одному из дворов областного центра на авто. Увидев другое транспортное средство, фигурант решил поискать в салоне что-нибудь ценное. Обвиняемый вскрыл машину и выкрал из нее электроприборы, инструменты и другое имущество. Сумма похищенного составила 55 тысяч рублей. С места преступления фигурант скрылся, а вещами распорядился по собственному усмотрению. Уголовное дело передано в суд. Угонщицу и предположительно воровку задержали анивские оперативники. Житель Троицкого заявил в полицию об угоне автомобиля. Он рассказал, что поскандалил во дворе с нетрезвой парой прохожих. Пока мужчины выясняли отношения, гражданка 1991 года рождения села в заведенную машину и уехала. Немного позже она вернулась на транспортном средстве и оба поспешно скрылись. В автомобиле при этом пропал сотовый телефон. Сотрудники уголовного розыска задержали сожителей. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Житель Южнокурильска пойдет под суд за нанесение тяжкого вреда здоровью. Следствие установило, что 13 октября 60-летний мужчина в нетрезвом виде спал на базе в одной из бытовок. К нему зашел потерпевший, за хозяйством которого он присматривал. Высказав претензии, пострадавший получил несколько ударов в голову и шею. После обвиняемый выставил человека. Дома последнему стало хуже, вызвали скорую помощь. Позднее эксперт охарактеризовал травмы как тяжкий вред здоровью. Теперь суд рассмотрит дело, предусмотренное частью 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Два сахалинца попали на удочку телефонных мошенников. Первый случай произошел в Ахе. Мужчине из северной столицы островов позвонила неизвестная и представилась сотрудником государственных услуг. Она уточнила, у 39-летнего ахинца заказывал ли он справку о доходах. Использовав сообщника, злоумышленница перевела его на якобы сотрудника банка. Тот, в свою очередь, убедил потерпевшего, что на его имя собираются взять потребительский кредит. Мужчина согласился перевести средства на безопасный счет, из-за чего и лишился своих сбережений. Следуя указаниям мошенников, он передал им свыше 290 тысяч рублей. Вытянуть 10 тысяч рублей удалось мошенникам из доверчивого южно-сахалинца. Ему позвонила женщина, представившаяся сотрудником пенсионной службы. Та сообщила, что мужчине за стаж свыше 12 лет положена компенсация в 42 тысячи рублей. Назвав ему личные данные, номер банковской карты и место проживания, злоумышленнице удалось убедить потерпевшего в том, что разговаривает с настоящим сотрудником. Он продиктовал ей пароли из СМС, после мошенница пообещала поступление средств в ближайшее время и отключилась. Как итог, карта заблокирована, а с кредитки ушли 10 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин